МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Временно исполняющий обязанности губернатора Неницкого округа Александр Цибульский вручил государственную награду Российской Федерации. Знак «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации Асхату Бодрудинову» начальнику штаба летного отряда. Награждение прошло в ходе визита главы региона в Наринмарский объединенный авиаотряд. Приятную миссию Александр Цибульский совместил с посещением основных объектов предприятия. Обширная территория Наринмарского авиаотряда включает не меньше десятка объектов, недоступных глазу пассажиров. В них расположены различные службы, обеспечивающие безопасность полетов на местных авиалиниях. В Докангаре Ми-8 сегодня идет ремонт одного из вертолетов авиаотряда. Через 6-7 дней виндокрылая машина снова будет в строю. Нам повезло очень сильно, что мы получили 9 вертолетов в 90-91 год. Благодаря этому машины достаточно свежие. Я могу сказать, что 6-9 машина – это 1991 год. Наработка у нее в предназначении 26 тысяч. На сегодня где-то порядка 13 тысяч. 1991? Да, 1991 года. Старейшим вертолетом воздушного парка более 25 лет, отметил директор предприятия Валерий Остапчук. Прошедшие полтора года стали знаковыми для авиаотряда. По договорам лизинга предприятие получило два новых экономичных самолета ТВС-2МС, усовершенствованный вертолет Ми-8МТВ-1 и два Ми-8АМТ, предназначенные для санавиации. Все машины парка сегодня используются для перевозки пассажиров и груза регулярными рейсами. Оказавшись на грузовом складе, Александр Цибульский поинтересовался, как доставляется почта в населенные пункты округа. Заключен договор с почтой России 75 килограмм. То есть минус один человек, мы берем почту в обязательном порядке. Почты, особенно перед Новым годом, будет очень много. Еще один объект авиаотряда, недоступный глазу пассажиров, лаборатория автотоплива и спецжидкостей. Здесь авиационное топливо подвергается тщательному многоступенчатому анализу, прежде чем попасть в бак воздушного судна. Непосредственно с боржи мы отбираем пробу, делаем приемный анализ полный. При положительных результатах мы принимаем на свой склад вимкостья, это топливо. После этого перекачки мы снова повторяем. Еще раз, да, смотрите? Да, обязательно. Потому что при перекачке, возможно, все будет. У нас было? А перед заправкой не смотрите? Обязательно. После посещения объектов авиаотряда Александр Цибульский встретился с коллективом предприятия. Здесь временно исполняющий обязанности губернатора исполнил почетную миссию, вручил государственную награду Российской Федерации, знак «Заслуженный работник транспорта РФ Асхату Батрудиному», начальнику штаба летного отряда. АПЛОДИСМЕНТЫ 9 ноября Асхат Батрудинов отметил 40-летие службы в Наринмарском авиаотряде. В далеком 77-м году, после окончания Кременчугского летного училища, по собственному желанию попал на Крайний Север и ни разу не пожалел о решении. Со плечами 33 года в должности пилота, а затем командира экипажа. Сегодня Асхат Графуддинович возглавляет штаб летного отряда, отвечает за безопасность полётов, совершенствование техники и мастерство пилотирования. И скучает по небу. Скучаю, но, так сказать, всё рядом. Иногда хожу на перрон, посмотреть, как улетает-прилетает в автолёт. Ну, иногда с экскурсиями бывает очень-очень редко. Ничего, как сказать, я достаточное количество лет отработал, 40, так что всего было хорошего, достаточно много, я очень рад. За добросовестный труд благодарственных письм губернатора Нинецкого округа удостоились водители, слесарь и тракторист авиаотряда. Александр Цибульский поблагодарил весь коллектив предприятия за стабильную работу, обеспечивающую транспортную доступность даже самых отдалённых населённых пунктов Нинецкого округа и выразил уверенность в дальнейшем развитии компании. Мы будем только развиваться и идти вперёд. Другого пути у нас нет. И более того, этот отряд, я считаю, должен стать одним из основных сегодня коммерчески привлекательных, коммерчески окупаемых и прибыльных компаний. Для этого есть все возможности, с учётом того, что у наших соседей этот сегмент находится не в самом лучшем положении. По словам Александра Цибульского, руководство предприятия должно предпринять все усилия для того, чтобы полностью занять нишу по предоставлению авиауслуг нефтяным компаниям, работающим на территории региона. Кроме того, отметил Александр Цибульский, большие планы по развитию региона как опорной точки арктической зоны невозможны без малой авиации. Глава региона Александр Цибульский и уполномоченный по защите прав предпринимателей Герман Сопочкин обсудили вопросы предпринимательского сообщества. В частности, на встрече обсуждались вопросы в области промышленного рыболовства, регулирования отношений между муниципальными и региональными органами власти в сфере наружной рекламы. Кроме того, уполномоченный по защите прав предпринимателей рассказал главе региона о проблемах, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса при участии в закупочных процедурах. Александр Цибульский отметил, что снижение административных барьеров, устранение избыточного регулирования предпринимательской деятельности, расширение возможностей для тех, кто ведет собственный бизнес или только планирует его открывать – это совместная задача исполнительных органов власти и бизнес-омбудсмена. В свою очередь, задача представителей малого и среднего бизнеса использовать имеющиеся механизмы господдержки в рамках действующего законодательства. В ходе встречи стороны договорились о том, что уполномоченный по защите прав предпринимателей будет регулярно информировать главу региона об основных проблемах, с которыми приходится сталкиваться окружному предпринимательскому сообществу. Сегодня в 20 километрах от села Ома произошло ЧП на водоеме. Провалились под лед два человека. Информация об этом поступила в Главное управление МЧС России по Ненецкому округу. По состоянию на 16 часов 30 минут гибель людей подтвердилась. Напомню, что на территории округа действует официальный запрет выхода и выезда на лед. С сегодняшнего дня Наринмарская гидрометеорологическая станция приступила к замерам толщины льда в районе Наринмара. Эту работу гидрологу предстоит выполнять каждые пять дней, пока лед не достигнет определенной толщины. После этого интервалы между замерами сокразятся. За работой гидролога наблюдала наша съемочная группа. На ногах утепленные резиновые сапоги, в руках ледобур. На середину городецкого шара уверенной походкой направляется Андрей Александрович. Зовет его на лед отнюдь не азарт, поймать рыбку побольше. Тут другое – профессиональные интересы. 17 сантиметров. Там 18 сантиметров был. Сейчас вот третью дырку будем делать. У Андрея Костина ответственная миссия – гидролога. С определенной периодичностью он выходит на лед каждый раз в одном и том же месте, чтобы определить среднюю толщину льда. Для этого на расстоянии 7 метров друг от друга пробиваются три лунки и высчитывается средний показатель. Сотрудники Наринмарской гидрометеорологической станции замеряют не только толщину льда на реке, но и ведут другие наблюдения, в том числе с помощью специальных приборов определяют уровень воды и даже ее температуру. Это же все, как говорится, история, это же все пишется, все в архивы складывается. Ну и, естественно, во время паводка эти данные всем нужны. На сколько уровень воды поднялся, сколько еще этой воды, может, критическое состояние будет или не критическое состояние будет. Здесь все пишут. Сейчас о паводке говорить еще рано. Жители региона куда больше волнует вопрос толщины льда. Сейчас в округе действует запрет выхода и выезда на лед, но этими требованиями некоторые граждане пренебрегают. Сегодня в 20 километрах от села Ома под лед провалился снегоход вместе с людьми. Подробнее об этом в телефонном интервью нам рассказал старший оперативный дежурный главного управления МЧС России по Нинницкому округу. В течение дня поступило сообщение по линии ОВД о том, что предварительно провалился снегоход, предварительно погибли люди. Состояние буквально на 16.30 гибель людей подтвердилось. Два человека провалились под лед за 10 километров с села Ома. Подробности происшествия пока не сообщаются. Гидрологи спешат предостеречь людей и напоминают о том, что лед формируется неравномерно. Даже на расстоянии 7 метров разница в толщине может достигать несколько сантиметров. Сильных и продолжительных морозов на территории округа еще не было. А вот снег выпадает каждый день, скрывая от нас опасные участки водоемов, где лед еще очень тонкий. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На перекрестке улиц Первомайская-Ленина изменена организация дорожного движения. Накануне с трех сторон подъезда к данному перекрестку демонтированы дорожные знаки «Круговое движение», относящиеся к группе предписывающие. На месте этих знаков будут установлены другие. Объезд препятствия справа, этой же группы. В связи с чем на данном участке дороги образовывается Т-образный перекресток. Данная работа проводится в соответствии с требованиями, внесенных изменений в правила дорожного движения Российской Федерации, которым изменяется порядок проезда перекрестков с круговым движением согласно постановлению правительства России. Окружная госавтоинспекция обращает внимание водителей, что при проезде перекрестка улиц Первомайская-Ленина необходимо руководствоваться знаками приоритета. По предписанию Государственной инспекции строительного и жилищного надзора жительницы дома номер 3 по улице Швецова вернули 15,5 тысяч рублей. В августе текущего года молодая женщина сообщила в инспекцию о нарушениях, допущенных при расчете платы за коммунальные услуги по отоплению. Гострый жилнадзор провел внеплановую проверку деятельности управляющей компании и подтвердил факт нарушений. Дом номер 3 по улице Швецова оснащен общедомовым прибором учета тепловой энергии. Кроме того, во всех квартирах есть индивидуальные приборы учета тепла. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг при расчете платы за отопление, управляющая организация обязана использовать показания и общедомового, и индивидуальных приборов учета тепловой энергии. В ходе проверки выяснилось, что в период с октября 2016 года по январь 2017 регулярно сдавали показания только от 60 до 90% жильцов дома. В разные месяцы процент сданных показаний был различен. При этом, как выяснилось при проверке, в соответствующие месяцы управляющая организация «Наш дом» жильцам дома, не сдававшим показания приборов учета тепла, плату за отопление не начисляла. Объем тепловой энергии, который должен был оплачиваться, только распределялся между жителями, которые задавали показания счетчиков. Значит, люди, которые не сдавали показания, не начислялась. В итоге, часть людей, соответственно, они не получали оплату за отопление, а кто-то получал завышенные счета. Для устранения допущенных нарушений управляющей организации было выдано предписание о проведении перерасчета. В итоге, заявитель, который к нам обращался, он получил перерасчет в размере 15,5 тысяч рублей. То есть, сейчас мы проверили уже проверку этого предписания и зафиксировано было снова квитанцию о проведении перерасчета. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого округа напоминает, что в соответствии с новыми требованиями жилищного законодательства управляющая организация обязана уплачивать штраф в пользу потребителей, получивших китайцы за коммунальные услуги с завышенными суммами. Размер такого штрафа является фиксированным и составляет 50% от величины завышения платежа. Для целей расчета размера штрафа и его уплаты потребителю необходимо в соответствии с законодательством подать соответствующее заявление в свою управляющую организацию. Илья Сахаров, Ирина Ежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Более 200 жителей округа оформили больничный в электронном виде. Возможность получить электронный листок нетрудоспособности появилась у жителей региона в июле. По данным Фонда социального страхования, за этот период времени окружные врачи выдали 200 таких документов. Главное преимущество виртуального листка нетрудоспособности – все участники процесса могут отслеживать статус больничного в автоматизированной системе. Вход в личный кабинет осуществляется через учетную запись портала госуслуг, а также сэкономить время на саму процедуру выдачи. Как пояснили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, электронные документы о нетрудоспособности формируются в автоматизированной информационной системе портала Фонда социального страхования. Лечащий врач ставит в них электронную подпись, и пациенту выдается только номер больничного, который необходимо сообщить в кадровую службу работодателя. Далее специалисты кадровой службы самостоятельно получают доступ к документу через информационную систему. Впоследствии Фонд социального страхования возмещает затраты работодателю на оплату больничного. Предполагается, что в перспективе Фонд будет осуществлять выплаты напрямую работнику, минуя работодателя. Электронный листок нетрудоспособности выдается по письменному заявлению пациента. По электронным больничным выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Несмотря на все удобство и экономичность для бюджета таких документов, полностью от бумажных аналогов врачи пока не отказываются. План по диспансеризации взрослого населения в Ненецком округе выполнен почти на 80%. С начала года медицинские профилактические осмотры прошли 3952 человека, или 77% от плановых показателей. Медицинское обследование за счет государства проводится раз в три года. Первое в возрасте 21 года, последующее с трехлетним интервалом на протяжении всей жизни. Как поясняют в профильном окружном департаменте, диспансеризация – это комплексное медобследование, которое помогает выявлять заболевания на ранней стадии, а также своевременно получать консультации специалистов при наличии хронических болезней. По итогам диспансеризации с начала года практически здоровыми были признаны более 877 жителей округа, или 22% обследованных. Еще 522 пациента вошли во вторую группу здоровья. У них имеется риск развития заболеваний, который можно предупредить. В третьей группе с уже имеющимися хроническими болезнями медики отнесли 64%, более 2,5 тысячи человек – участников диспансеризации. Чаще всего жители субъекта страдают гипертонической болезнью, гастритами, язвами, повышенным уровнем холестерина и сахара, а также эндокринными заболеваниями. При этом среди причин, приводящих к различным заболеваниям, чаще всего отмечается нерациональное питание и чрезмерное употребление табака и алкоголя. Поделиться своими достижениями и вдохновить на творчество. Творческая студия «Чудо-ручки» презентовала выставку работ, выполненных мастерицами. Девушкам есть чем гордиться и удивить ценителей хендмейт-изделий. Уютные вещи для дома, авторские украшения, блокноты ручной работы, портретные куклы и вязаные аксессуары. Эти и другие работы, выполненные умелыми руками мастериц творческой студии «Чудо-ручки», представлены в Центре декоративно-прикладного творчества. На презентации отчетной выставки побывала наша съемочная группа. Теплые вязаные вещи, уютный текстиль для дома, интерьерные свечи, портретные куклы, авторские украшения, картины из квилинга, именные блокноты. Они создают шедевры в традиционных видах творчества и осваивают новые и неизведанные направления. Творческая студия «Чудо-ручки» презентовала отчетную выставку своих работ. У нас сегодня дебют. За два года нашей работы, нашего творчества, выставки такой еще не было. Вот в этом году мы решили ее провести. Анастасию Боярскую мастерицы творческой студии «Чудо-ручки» называют мамой. Именно она в свое время объединила между собой таких же увлеченных рукоделием девушек. Я очень рада, что у нас такой интересный, слаженный коллектив. Я вас уважаю, ценю ваше творчество, ценю то время, которое вы уделяете этому. Сегодня в творческой студии «Чудо-ручки» 13 мастериц. Девушки активно участвуют в ярмарках, проводят мастер-классы и реализуют свои проекты. Все их встречи проходят в Центре декоративно-прикладного творчества. Здесь же представлена отчетная выставка работ. Когда я вошла сюда, в этот зал, я, конечно же, увидела интересные работы, в которых отражено творчество клубного формирования, одного из ведущих клубных формирований, которые пропагандируют разные направления декоративно-прикладного творчества. Познакомиться с творчеством «Чудо-ручек» могут все желающие в часы работы дома мастериц. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Оргкомитет всероссийского конкурса «Средств массовой информации» «Смиротворец» опубликовал шорт-листы в категориях федеральные и региональные СМИ и этнические и локальные СМИ. По условиям конкурса, публикации в этих категориях средств массовой информации рассматриваются отдельно, и для оценки работ формируются два жюри. Журнал из Ненецкого округа «Пунушка» вошел в список лучших в номинации «Детские и молодежные СМИ» наряду со средствами массовой информации из Элисты, Петрозаводска, Ижевска, Уфы и Ханты-Мансийска. По информации Оргкомитета, темы, которые волнуют авторов работ, касаются самых разных сторон жизни народов многонациональной России. Авторы работ, вошедших в шорт-лист, поднимают множество острых вопросов от проблем коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до противоречий, связанных с традиционными религиозными воззрениями и социальными установками сегодняшнего дня. Победители из числа лучших будут определены по сумме набранных баллов. Их имена будут названы во время торжественной церемонии, которая состоится 28 ноября на главной сцене столичного театра «Геликон-опера». Конкурс «Миротворец» проводится с 2008 года. Организаторы творческого состязания – Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.